А мы пока смотрим голевые моменты, Стас, давай прокомментируем. Да, вот подбор Нидфулина и такой прям ударчик сразу, бац, за уши вратарю и попадает он идеально в ближнюю девятку от штанги. Не знаю, тут математическую такую траекторию как бы спрогнозировать, но не знаю, сложновато, конечно. Нидфулин зарядил так, что, не знаю, раз на рейста так не попадет. Ну а здесь хорошо сбросился Амодин на Козлова, Козлов пяткой и забивает у нас Камеш в дальний угол Дмитрия Яшина. Это, наверное, ну такой один из единственных моментов, когда мы не смогли там ничего сделать, а так все остальное мы вроде как сблокировали. Ну вот здесь непонятный эпизод, как оказался пустой игрок вообще во вратарской, никто не взятый ее. Что-то здесь было не то и сверху за это, наверное, поднаказала Енисей. И вот, пожалуйста, пас на Эльдар Низамудинова от Султонова и тот на Нидфулина. И, пожалуйста, удар в угол. В нижнюю шестерочку, в притерочку, прямо очень классный удар. Вот действие, да, форварда. Два касания, грамотный разворот. Вот эта техника. И покатил. И отличный удар в дальний. Ну а здесь вот череда рикошетов. Яченко не получается. Подача. Мяч сейчас катит Схавребову. Тот проскакивает сквозь игрока. Идеальную передачу на стоящего там уже в штрафной, наверное, Султонова. И тот первой ногой не попадает по мячу. От левой отскакивает в дальний угол. Ну что ж, хороший матч Буря эмоций нам принес. И это еще не все, что мы увидели в этой встрече. Будет еще один мяч. И вот он на ваших экранах. Поборолся Лаук. Отлично. Эльдар Низамудинов мимо двух защитников. И в дальний угол попытался ногой сработать Михаил Апарин. Но мяч предательски свалился в дальнюю шестерку. Таким образом, ярославцы обыграли Енисей. Одного из претендентов на выход в стыковые матчи. И поднимается черно-синий на шестую строчку. И от зонов стыков отставая всего на три очка. Впереди еще два матча против Динамо и Балтики. Борьба еще вся впереди, оказывается.